Всем привет! Сегодня с истории будут подписчицы. Я зачитаю длинное письмо, и там, собственно, будет комментарий. В общем, сейчас посмотрите все. Здравствуйте, Гадя! Спасибо за то, что вы делаете. Именно с вашего канала я начала знакомство с реальной Турцией. Хочу поделиться со зрителями вашего канала своей истории и попросить у вас совета, потому что уже начинаю разрываться внутри. Мне 28 лет, моему молодому человеку 26. Он турок. Январе 21 года будет 5 лет, как мы вместе. Мы познакомились в Польше, когда я училась на магистратуре. А он туда приехал по программе обмена студентов на 3,5 месяца. Познакомились не в университете, а в ВК. До этого я никогда не отвечала на запросы в друзья или сообщения от восточных каких-то мужчин. И в тот период как-то мне мало таких запросов поступало, но все же я их удаляла все равно. Потому что я сама переехала в Польшу, и это было мое решение. Я работала, училась на заочке, сама себя полностью содержала, платила за они университет, общежитие. Польки меня как-то не особо привлекали. И в один из вечеров, когда я была на работе, он мне написал. А я ответила по приколу, думала, что хоть как-то крашу свои серые будни. Он турок, но нетипичный для нашей внешности. Он русоволосый, с голубыми глазами. После некоторого времени переписки позвал меня в кафе. Я согласилась. Встретились, мило пообщались. Симпатичный, приятный парень. Очень хорошо образован. Но совсем не зацепил меня. Он мне писал, и я иногда отвечала. Потом перестали вообще общаться. И после Нового года опять встретились. И опять, опять, опять. Но я воспринимала его больше как друга. Даже как-то сказала ему об этом, на что он обиделся. И мы продолжали видеться. А потом во мне как-то все поменялось. Я просто расслабилась, отпустила себя и влюбилась. А он в меня. Мы уже стали парой. И тут его программа обмена закончилась. И в феврале он возвращался обратно в Стамбул. В марте я прилетела к нему. Познакомилась с родителями, младшей сестрой. На мое удивление, сестру разместили в зале. А нам подготовили комнату. И даже сдвинули кровати. Они современная турецкая семья. Мама, сестра все открыты. Без тюрбана. Я бы неделю была в Стамбуле. И все было как в тумане. Такая эйфория. Эмоции, красивые места, романтика, вечера и так далее. Я вернулась в Польшу. Мы продолжали созваниваться и переписываться. А через месяц-полтора он как будто начал отдаляться. Я это сразу почувствовала. После долгих попыток узнать, что не так. Оказалось, что родители ему сказали, что я вроде как девочка хорошая. Но не подхожу к их культуре, традициям. И что когда мы лежали на полу, смотрели телевизор. А родители сидели сзади на диване. И они пили чай. А у меня была открыта поясница. Задралась тогда в футболоке. И им это не понравилось. Но только это он мне сказал уже, когда это было на самом деле. Короче, бог это знает. И я, типа, она вообще эту ситуацию сама уже даже не помнит. Ну и это пережили. И не расстались с ним. Он потом в июне приехал ко мне в Польшу на месяц. Я как раз заканчивала магистратуру. В сентябре вернулась в Киев. Устроилась на работу почти каждые три месяца. Мы летали друг к другу даже на пару дней. Он тоже заканчивал университет в Стамбуле. Параллельно помогал своей маме, чтобы у нее заработать денег на билет ко мне. Его мама всю жизнь проработала в текстильном секторе. Построила себе карьеру. В свое время работала на должности директора в одной из крупнейших текстильных фирм Турции. Сильная женщина. Много в жизни сама добилась. И много чего пережила. После должности директора она еще работала 2-3 года. И ходила на разные курсы рукоделия. Всякие шкатулки делала, картинки, коробочки для конфет и так далее. Продавала их в кондитерские магазины, в кафе. Мой молодой человек ей в этом помогал. Она ему как бы за это давала деньги, чтобы он копил на билеты ко мне. Так мы летали друг к другу еще год. А потом решили, что хотим жить вместе. И на расстоянии это очень сложно сделать. В Турцию позвать он меня не мог. А в Украине ему ловить конечно нечего. Да и у меня в квартире нет места для нас, так как жила я с сестрой. Сестра со своим мужем, с ребенком, да еще и мои родители. Мы решили, что он поступит в Варшаве на магистратуру. А я устроюсь там работать. Так и сделали. Прожили мы в Варшаве 2,5 года. Я работала прилично. Продвинулись по коренной лестнице. Все было очень хорошо. И на осень 2020 года мне уже светила новая руководящая должность. А он днем учился, вечером. И по выходным подрабатывал на Убере. Мама дала ему деньги на машину в Польше. Они достаточно дешевые. Это его была первая машина. Его родители тоже регулярно высылали ему деньги. У нас был общий бюджет. Я в некоторой степени осознавала, что он мамин сынок. Но по дому он толком ничего, конечно же, делать не умел. Поел, тарелку оставил на столе. Вещи все на стуле, а не в шкафу. Все формальности, связанные с проживанием в Польше, документами, страховками и так далее, занималась я, так как он польский язык не знает, только английский. Постоянно с мамой на связи, по поводу и без повода. С ней советовался, докладывался, что сделал за день, что сделал за ночь, что поел, что я приготовила на ужин. Видео и фотоотчет. Сколько денег заработала я, сколько денег мы накопили. Абсолютно все докладывала маме. Все это меня иногда страшно раздражало. Я обижалась, рассказывала ему это, когда уже накипит. А весной 2020 года он закончил учебу, и мы решили, что готовы перейти на новый уровень и переехать жить в Турцию. Что мы и сделали в июле. Пока мы были в Польше, его мама уже из уровня хобби перешла на более продвинутый уровень и начала делать аксессуары для волос, ряки, резинки, заколки и прочее. С помощью своего брата и его дочки организовала маленькое ателье и начала оптовую продажу этих аксессуаров. Мой молодой человек всегда ее в этом поддерживал и говорил, что нужно открыть фирму и трансформировать это в бизнес. Пока мы жили в Польше, они каждый день созванивались, могли общаться часами до глубокой ночи. Я могла уйти спать, так как либо лежал рядом он со мной в постели общался с мамой, либо он в гостиной общается с мамой. Когда закончилась его учеба в апреле из-за пандемии, мы не смогли сразу покинуть Польшу, так как все границы были закрыты. И он в Варшаве через турецкое консульство открыл себе ИП и оформил доверенность на маму, чтобы она могла в Стамбуле все остальное оформить и закрыть это дело. Я тоже эти годы в пустую не сидела, учила язык турецкий. И вот мы переехали в Стамбул, в дом к его родителям. Так как фирму только открыли, доход минимальный. Я тоже работать официально не могу. Мой турецкий пока только на бытовом уровне. Поначалу у меня, как всегда, была эйфория, я всему радовалась. Обсудили тему нашей помолвки, даже пошли смотреть Обручальные кольца. Поехали в отпуск всей семьей, но я как-то всегда некомфортно себя чувствовала рядом с ним. Они все там с четвером с собой общаются, смеются, я ничего не понимаю. В основном сижу как дура, молча иногда понимаю, но темы, которые они обсуждают, это политика, история, а то тюрк, либо родственники. И, короче, мне тут, собственно, и нечего сказать. Во время отпуска я поссорилась с его родителями. Не так что-то там услышала, не так поняла. Я не кричала ни на кого, ничего плохого я неуважительно им не сказала. Но обвинили всем, что якобы вообще происходило, меня. Обсуждали они меня за спиной. В итоге я разревелась, хлопнула дверь и ушла на пляж до самого вечера. Он за весь день на меня не обратил внимания, не позвонил, не написал. И только около 11 вечера с мамой и сестрой пришли и забрали меня домой с пляжа. Это был как раз последний день перед возвращением в Стамбул. Утром за завтраком мама вызвала всех к столу и потребовала у меня объяснения за мое поведение и за мои обвинения в их адрес. Что как я могла оставить своего мужчину одного в такой ситуации, развернуться, хлопнуть дверь и уйти, а его оставить бедного, несчастного, смотреть по обстановке. Я всю дорогу ревела, как ребенок. Он меня периодически успокаивал, но твердо был на стороне семьи. По приезду в Стамбул мы до утра с ним поговорили. Я не держала свою позицию, так как была в большой степени не права. А на следующий день купила его маме и сестре букеты цветов, отцу любимый шоколад и извинилась за свое поведение. Здесь я остановлюсь, так как письмо длинное, я это могу к концу письма забыть. Типичные ментальные турецкие отношения, обвинить другого человека, это коалиция, которая против вас. Вы изначально им не понравились, поэтому к вам такое отношение. И он маминкин сынок, который на ее стороне. И просто это ужасно, что вам приходится это терпеть. На следующий день все вели себя по отношению ко мне, как будто ничего не случилось. Турецкий менталитет. Его папа даже купил для меня мои любимые фрукты, что поверло меня в шок, что как будто бы так все это так быстро замялось, и скандал был таким большим. С того момента, как мы переехали, прошло полгода, я никак не могу привыкнуть к его семье. Сестра, которая сейчас 19 лет, живет своей жизнью, тусуется с друзьями, по дому ничего толком не делает, разве что приходит, рис макароны сварила раз в месяц, что мама попросит, собственно, и приходит ко всем родителям с одной фразой. Кто мне сегодня денег даст? Я занимаюсь готовкой, стиркой, даже выпечку начала печь, потому что его отец сладкоежка. Делаю фото аксессуаров, которые потом пойдут в инстаграм в их рабочий, через какой-то, которые тоже пытаемся их продавать. Ходила на курсы турецкого, но из-за ковида сейчас перерыв, тоже езжу в ателье помогать им. Его мама сейчас работает в другой крупной текстильной фирме, а после работы до вечера в ателье делает новые модели аксессуаров или закупает ткань из-за пандемии, в основном работает она из дома. Если у него важная встреча, он спрашивает у меня, что ему одеть, потом берет те вещи, которые я подобрала для него и идет спросить мнение своей мамы. Она, естественно, подберет ему что-то получше. Одежду он себе сам не выбирает в магазинах, берет или то, что мне понравилось, или то, что мама ему посоветовала. Своего вкуса у него нет. Практически каждое утро она звонит моему молодому человеку, чтобы разбудить его, как ребенок в школу. Дает задание на день, или он вечером вместе с отецом ужинает, и она ему говорит, что нужно завтра сделать то-то, то-то, послезавтра это, это, это. Даже если я что-то пытаюсь спланировать, то обязательно позвонит его мама и найдет для него дело поважнее. Здесь у нас своего рода бюджета нет, так как в основном деньги у его родителей. Он выделяет мне 100-200 лир на неделю-полторы продукты покупает в дом отец. Одежду и косметику мы с ним покупаем вместе иногда. Он злится, говорит, что не любит шоппинг, и что мне нужно найти для этих целей подругу. Но я вижу, что проблема не только в этом, но и в деньгах, так как мама увидит, какая сумма и на что была списана с карты. Недавно мы вместе сделали покупки для дома продукты на ужин где-то 400 лир. Также у меня не было обуви на осень. И я сказала, что мне нужны ботинки, мы вместе их купили онлайн, после чего мама провела с ним беседу, и он пошел и с каким-то мне, и сказал мне, что до конца месяца мы не будем делать покупки для меня, только самое необходимое. Я 17 лет работаю, у меня всегда были свои деньги, и для меня это как так дико просить у него деньги или иметь в кошельке 100-200 лир, не иметь возможности планировать свои расходы и так далее. Он сутками крутится вокруг нее, всегда мы вышли из дома в 9 утра, вернулись домой в 7 вечера, и за это время они созвонились 12 раз. С учетом того, что живем мы в одной квартире, все выходные, абсолютно все были дома, я уже от нее задыхаюсь, а он мне иногда так допекает своим, моя мама то, моя мама это, что я непроизвольно начинаю ее ненавидеть, хотя она вроде и неплохая женщина. Пробовала я с ним разговаривать на эту тему, ругалась, дошла уже до абсурда и показала ему статьи с синдромом маменькиного сынка, и видео показала, все впустую. Я пробовала с ним разговаривать, я люблю его, он меня тоже любит, я знаю, но я уже хочу создать свою семью, жить пусть даже на съемной квартире, навещать его родителей пару раз в месяц на праздники, как это должно быть в моем понимании. Но после случая на отпуске, он даже не разговаривает на тему помолвки, а если я открою ему эту тему, его ответ такой, ты забыла, как повела себя во время отпуска, пусть все успокоится. А его мама недавно во время очередного разговора за стаканчиком чая сказала, что, мол, Алина, я должна тебе доверять, и он согласился, что его мама или его семья должны мне доверять. Я знаю, что мама-сын, это очень сильная связь, и как все мамы любят своих детей, а дети-родители, но как по мне, это просто чересчур. То, что я наблюдаю, это не здоровое отношение, а какой-то треугольник, он, я и его мама. Привязала его к себе психологически, да еще и финансово, и с помощью этого бизнеса с ним. Такое чувство, что как будто всегда и он, и мама не могут спокойно жить друг без друга. Прощу прощения за столь длинное письмо. Интернет просторы говорят, что надежды на спасение моего человека, молодого, нет, но я все же верю. Думала к психологу с ним пойти, но сама понимая, что насильно тащить его, нет никакого смысла, да и неправильно. Фух, да, долгое письмо, но очень поучительное и познавательное для других. Саму ситуацию вы прекрасно все понимаете, вы здравомышлящий человек, вот честно по-житейски я вам скажу, из этой семейки надо валить. Держаться там не за что. Социально, да, примемлемо, но эта семья тирания для вас. Вас ни во что не ставят, вас полностью контролируют, вы не этого хотели. И эта семья с их правилами вам не подходит. Но проблема в том, что вы искали себе семью. Мне еще интересно, почему вы с 17 лет работаете, значит вы хотели отделиться от своей семьи, потому что вы все на одной территории, сестра с мужем, с ребенком и родители. Это все понятно, это ненормально, когда несколько поколений живут на одной жилищной территории. Вы от своей семьи в какой-то степени бежите, хотите независимость, у вас нелегкие отношения в семье, это раз. Два, вы всегда пытались им найти замену в лице серьезных отношений, и поэтому вы так бы были не против семейки такой мужа своего, который бы заменил вам ваших родителей отчасти, потому что вы уже в другой стране живете. Поэтому вы в Польше, что же, переезжали, да, отчасти от них, скажем так, бежали. Ну, в кавычках, да, это все условно. И просто так складывается ситуация, что вы, скажем так, залезли слишком в семью, в которой нет личных границ детей. Это однозначно проблема родителей детей, их психических вообще ситуаций, их проблем. И менталитет, и их личные проблемы. Да, она привязала, она всем управляет, и дочерю за счет денег, да, кто мне сегодня денег даст дочери. Она очень много детям позволяет, а потом с них спрашивает. Нет, это проблема мамы. И то, что вы ее ненавидите, начинаете чувствовать, она вроде ничего плохого такого не делает, это нормальная реакция вашего, скажем так, здравого ума. Проблема здесь личных границ. У меня для вас вот чисто один будет совет. Вы, как бы у вас надежду не хочется вас упивать, поэтому, чтобы вы сами поняли, есть надежда, чтобы ваша надежда оправдалась, скажем так, да, есть ли шанс остаться с ним в отношениях, я вам просто советую ставить вопрос ребром. Дальше никак. Эта вся ситуация будет долго тянуться. К сожалению, мне кажется, он не на вашей стороне будет парень. Знаете, почему? У него очень классная теперь отговорка есть. А помнишь, ты тогда ругалась с родителями? Пусть все поутихнет. Да блин, уже полгода прошло, все уже утихло. Дело в том, что изначально они не хотят вас. Они ему позволяют. Они не будут рады, если вы будете расписываться, заканивать отношения. Вы им до сих пор, вы им все равно не нравитесь. Это все ключевое. Потому что родители против. Он всегда будет делать так, как хотят родители. Отделяться он не хочет. Иначе бы он это уже сделал. Ну, извините, я рушу вашу надежду сейчас. Но вот это так на самом деле и есть. Вы ведете себя, в принципе, правильно. Но просто вы не рассчитали по своим силам, что может быть семья с такими семейными границами, вообще просто с отсутствием их, да, это чересчур. И не только вы, знаете, на этом месте могли оказаться. Любые другие люди, ну, женщины, девушки, поверьте, турчанки бы не все на это пошли далеко. Есть, конечно, которые были бы не против, но очень многие светские в Стамбул. Мы же берем в Стамбул, где живете светскую семью. Светские турчанки очень независимы. Им тоже это не понравилось. Такое поведение, это чересчур. И каждая хочет быть хозяйкой в своем доме, а не жить с его родителями, если у нее за спиной есть турецкая семья. Проблема в том, что у вас семья не здесь, в Турции. Они за вашей спиной не стоят, вас не защищают. У вас, в принципе, с этим проблема. Поэтому вы искали семью с такими размытыми границами личными. Какой совет мой? Ставить вопрос ребром и говорить о том, что давай мы разъезжаемся, снимаем квартиру и так далее. Не вестись на уговоры. Вот, понимаете, вы будете слушать его уговоры, сейчас не время, денег нет. Он все равно выберет родителей, понимаете? Если вы будете, я поддалась на уговоры, но он же говорил, это говорит о том, что я не хочу слушать правды. Я закрываю глаза. Я сама готова обманываться. Вот и все. Вы должны готовы к тому же быть, что он может вам отказать. Скорее всего, так и будет. Он выберет все равно своих родителей. Он не будет отделяться от них. Вам либо эту лямку дальше терпеть, но зачем? Вы перспективный человек. Я бы посоветовала вам, так как дома у вас на вашей родине вообще там ловить, скажем так, нечего с родителями, там вот эта вот вся история семейная, я имею в виду. Я вам посоветовала вернуться обратно в Польшу и попытаться восстановиться на работе или найти похожую. У вас есть язык, образование, и там перспективы ваши. А потом, может быть, из Польши перебираться куда-то в Европу, если вы захотите. Тоже в теплую страну, и вы можете поехать потом в турецкий язык, знаете, вернуться в Турцию, как там какой-то специалист и так далее. Но не с этим человеком и не с этой семьей. А потому что вы на них тратите сейчас свои лучшие годы. А зачем? Самое главное, знаете, что вы должны понять, что я вам хочу донести? Не хочется, конечно, разрушать ваши там надежды и все прочее, но я вам хочу сказать, что вы гораздо перспективней. Вы теряете самое важное сейчас время образование, свои языки, находясь здесь с ними. Ничего вы не развиваетесь, ни личностно, ни карьерно, никак. Вы сейчас на одном месте, буксуете и обслуживаете, как прачка его семейства. При этом испытывая конкретный негатив, вам это не нравится, вы беситесь, раздражаетесь, и это нормальная реакция. Это защитная реакция вашей психики вам показывает, мне здесь плохо, меня раздражает, меня бесит. Обращайте на это внимание. Это ваша психика, ваш мозг дает вам сигнал, она дать сюда бежать. Мне некомфортно в этой семье, в этих отношениях, надо что-то менять. И так как вы 17 лет работаете, любите, чтобы в кармане была своя денежка и строить планы, вам это нужно. Просто вы выбрали не того мужчину, не готового еще отделяться. Да, в интернете говорится о том, что навряд ли ваши отношения можно спасти, он не хочет, ему кайфово. Он будет искать именно ту девочку, которая на это согласится, на такие условия. Опять, и среди ручанок, потому что таких будет немного. Поверьте. Вам ли оно надо? Вы должны о себе думать в первую очередь. Вот такой совет вам будет. Я бы вернулась обратно. Язык, перспективы, работа, опыт уже есть. Это классно. Давайте пробуйте, пожалуйста. Я прямо вас прошу, не бойтесь вы менять свою жизнь. Нафига он вам сдался? Ну что эта семья? Вам кайфово сейчас? Вот так вот вы хотите? Вот в этом жить? Быть ничем, никем, не развиваться? У вас никогда там денег своих не будет, ничего у вас не будет. И самое то, что ужасно, если бы он за вас очень сильно держался, его поставили ультиматум, он там за вами потянулся, вы бы съехали с ним, с этой квартиры сняли, начали там работать самостоятельно как-то, да, с ним, но он же этого не хочет. Он даже этого не обещает. И он вообще ждал, когда вернётся домой к мамке своей. Мне жаль. Ну, это вот так. Мне нечем вас обнадёжить, вот так скажу. Но я хочу вас обнадёжить тем, что вы сильная девушка, и этот мужчина по уровню вашему, ментальному, вам другой, вам мужик нужен нормальный. А это не мужик, это маминкин сынок, который без своей мамы опоры ничего не может. Он за счёт вас жил в Польше, ни языка, ни черта не знает, вы всем занимались, деньги зарабатывали, откладывали, документами занимались. Вам такой чуфяк рядом нужен. Вот не будет мамы, не дай бог что-то произойдёт, её сейчас вот не станет. Он ноль. И он никогда никем не станет. Он прилепится, он будет искать себе новую мамку. Вы ему по жизненному сценарию на мамку подходите, вы его тянули в Польше, поэтому он нас выбрал. Но сейчас у него он вернулся к своей родной мамочке, поэтому вы ему не особо нужны. Но это прилипало. Такие мужики, они всё же прилипают, ищут себе мамку, которая будет его обхаживать. А вам нужен достойный партнёр, у вас разные взгляды. Вам нужен мужчина в партнёрских отношениях, вы не боитесь работы, развития, вы этого жаждете. Вот найдите, я вам желаю найти такого мужчину. Никому нужна мамка, не надо быть его заменой мамки. Девочки, пишите комментарии, особенно женщины опытные. У меня много на консультации было таких женщин уже в возрасте, я имею в виду, кто готов разводиться, кто вырастил детей. И вот они понимали, спустя 20-25 лет, что она была той мамкой у него. И от этого женщина говорит, блин, боже, я жила, я выполняла какие-то, закрывала его потребности, жила не для себя. И сейчас женщины, которые прожили, воспитали детей, в институты отдали, или женили своих детей, дети взрослые, они думают, блин, я потратила столько лет, да нафиг надо было разводиться. Я вам просто желаю не попасть в такую ситуацию. Оставляйте, пожалуйста, комментарии под видео, оставляю почту, чтобы вы присылали свои анонимные истории для разбора на канале, или бы записывались на психологические консультации. Спасибо за внимание, я буду очень признательна, если вы поставите лайк этому видео. Скоро увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok